Библейский портал экзегет.ру представляет Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем чтение и толкование Священного Писания Ветхого Завета на библейском портале экзегет.ру. И остановились с вами на пятой главе книги пророка Иеремии. Как вы помните, четвертая глава завершилась пророческими словами. Напомню, ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, Стон, как бы рождающий в первый раз, Голос дочери Сиона, она стонет, простирая руки свои, О горе мне, душа моя, изнывает пред убийцами. Очень напоминает по содержанию гефсиманскую молитву. Это образ церкви, которая в родах, начиная с Вифлеема, Рождение Бога-человека завершает родами духовными. Гефсиманская молитва стонет, О горе мне, душа моя, изнывает пред убийцами. Да, вот это гефсиманское моление, Где божественная человеческая природа, Нераздельно, неразлучно, неизменно, неслиянно, вопиет. Как человек, Бог просит, чтобы доминовала чаша. Доминует чаша, но как Бог говорит, Не как я хочу, а как ты. Вот образ соединения двух природ во Христе Здесь очень ярко, можно сказать, наблюдается. И, соответственно, плач Иеремия – Это плач о греховности человеческой сущности, Которая страждет, которая переживает, Которую дьявол хочет завладеть, Но Бог соединился с человеком, И он противодействует сатане. Дьявол жалит в наше человеческое естество, А как Бог поражает дьявола и его гордыню на кресте, Сходя душой во ад даже, И разрушая и уничтожая адские узы. Вот пророк Иеремия своего рода На данном случае символизирует Сына Божия, Символизирует тот порыв души, Разрывающий адские узы В своей силе смирения своему Отцу. Пятая глава есть, соответственно, Как и любая глава, логическое продолжение Того духовного союза Бога и человека. Итак, продолжение второго слова, Пятая глава, 31 стих, начнем с первого. Походите по улицам Иерусалима И посмотрите, и разведайте. Смотрите, такие глаголы идут. По улицам Иерусалима, да, Это значит города мира. Посмотрите, разведайте, поищите, Посмотрите это зрение, разведайте, Это значит, обнаружьте, это уже область чувств, Поищите на площадях его, Это область нашей воли, То есть и умом, и чувством, и волей. Поищите человека, А человек с большой буквы это кто? Бога-человек, Христос. Не найдете ли человека, Нет ли соблюдающего правду, Ищущего истины? Ведь истина, это не просто абстрактное Какое-то умозаключение, А истина с большой буквы это Бога, Человек, Христос. И поэтому логически 4 глава 31 стиха, Она есть некое разрешение вот этого вопля, Как же рождать того, Который будет умершлен в руках убийц, Окажется, ребенок. Как же быть? И здесь поищите человека, Я пощадил бы Иерусалим. И этот человек, Бога-человек, нашелся. Он распялся на Христе, Он добровольно пришел в город Иерусалим, Он добровольно молился в Гефсиманском саду, Был схвачен, распят. Ну, перед этим, конечно, истизуем, Как мы помним, Отвержим иудейским народам Кровь его на нас, на наших детях, И распятым. Второй стих. Хотя и говорят они, Жив Господь, но клянуться ложно. То есть, в данном случае, Люди, которые кричали, Жив Господь, распни его, Жив Господь, Ну, я так от себя уже добавляю, да, Жив Господь, Сойди со креста, Если ты настоящий Бог. То есть, вот она, То есть, их лицемерие. Второй стих говорит об лицемерии. Поэтому, Хотя и говорят они, Жив Господь, Но клянуться ложно. Они клеветали на Бога, человека, Что он в третий день разрушит, И в третий день может выстроить храм. Хотя, сам Иоанн Богослов расшифровывает, Что говорил не о физическом храме, А о храме тела своего. Третий стих. О Господи! Такой восклицательный знак. О Господи! Очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, А они не чувствуют боли. Поражаешь. То есть, ты, Господи! Поразил их. То есть, они оказались в плену римлян. Они платят налоги. Они болеют и страдают, Уничижаемы Иродом. Потом Понтием Пилатом. Ты истребляешь их. А они не хотят принять вразумление. Вот пришел царь-освободитель. Царь Бога-человек пришел, А вы его не принимаете. Ведь он вас освобождает, А вы выбираете царя Августа. Царя Кесаря. Нет у нас царя, кроме Кесаря, Кричат они. Кровь его на нас и на наших детях. Вот какое безумие! Действительно, в последние времена Пришел Бога-человек. Найду ли я веру на земле? Вот тогда он уже ее не видел. Свои сделали они крепче. То есть, ты истребляешь их, А они не хотят принимать вразумление. Лица свои сделали они крепче камня. Не хотят обратиться. То есть, крепче камня. То есть, когда убивают Бога-человека, Они каменным лицом смотрят. Даже люди, не понимающие веры, Они и то с сожалением смотрели на распятие Бога-человека. Ведь Понтий Пилат специально отдал Господа Иисуса Христа, Чтоб показать им и доказать, что он человек, Что его уязвили. Он весь был покрыт ранами. Из тернового венца кровь текла. Уста были разбиты. Все тело было испещрено этими шрамами От костяшек или свинцовых скорпионов. Он человек, сечеловек. Вы куда? Какой Бог он? Сечеловек. Он еле на ногах держится. Какой крест, какое распятие. А их лица не дрогнули. Это как у зверей, которые смотрят И готовы растерзать до конца, Разорвать плоть ягненка. Они невзирают на крик, На вопль ребенка, На вопль женщины. Они с таким оскалом зуб Или, например, стеклянными глазами Идут дальше убивать. Четвертый стих. И сказал я сам в себе. То есть, настолько внутренне было поражение у пророка Иеремии. Это может быть бедняки? Они глупы, Потому что не знают пути Господня, Закона Бога своего. То есть, в данном случае пророк Как бы оправдывает людей. Они глупы, поэтому они кричат. Ведь Господь тоже на кресте сказал, Прости им, Господи, Ибо не ведают, что творят. То есть, в данном случае Пророк Иеремия, Он прообразует Христа, Ищет оправдание этим людям, Несмотря на то, что они его избивают, Уничижают, распинают. Он их прощает. Может, они глупы. Пойду я к знатным, Поговорю с ними. Действительно, Когда Бога человек воскрес, То знатные люди, Поговорю с ними, Они знают путь Господень. Ведь многие, Как Иосиф Обручник, Или как Иосиф Аримофейский, Или Никодим, Они знали пути Господни, Закон Бога своего. Но они все, Но и они все сокрушили ярмо. Расторгли узы. Сокрушили ярмо. Иго, Боя мое благо, И бремя мое легко есть. В данном случае, Иго, это заповеди Божии. Но они сокрушили ярмо. То есть, они тоже расторгли узы. Какие? Заповеди Божьи, Заповеди, Которые призывали к нравственному образу жизни. Не смогли удержаться И прятались с дверями заключенными. Иосиф тоже, Несмотря на то, Что он, конечно, Великий подвиг совершил, Похоронил в своей гробнице. Но они прятались. Они все равно были в рамках Тех социального неведения, Которые были все остальные люди. Никодим пришел ночью, С Господом беседовал. Никто не заступился, Апостол Петр Отрекся от Христа. Иуда предал. Шестой стих. Зато поразит их лев из леса. То есть, именно поразит не тех, Которые чуть сомневались, А тех, которые не хотят обратиться, У которых лица окаменели. Поразит их лев, В данном случае это страсть. Лев это сатана. Лев, Рыкающий иски, Кого поглотите. Из леса. Ну, обычно лес это Некий такой образ страстной жизни. Лес образ блуждения. Волк пустынный опустошит их. Волк пустынный. Барс будет подстерегать у городов их. Кто выйдет из них, Будет растерзан. Ибо умножились преступления их, И усилились отступничества их. В данном случае, Главу пятую, Мы можем сказать, Что расшифровывают святые отцы. Это Иероним Стридонский, Святой праведный Иоанн Кронштадтский, Святой Иоанн Златоуст. Ну и Также Другие святые отцы. Они говорят, что В данном случае Лев, Барс Взято вполне возможно Или соразмерно С пророчеством Даниила, Который говорил о том, Что будет медведь, Потом будет лев. Это Персидское царство. Потом сменится оно Барсом, Греческое царство. Потом римляне, Волчье царство. Вот своего рода Шестой стих напоминает нам, Что Иудея за то, Что она отвергла Вот образ Союза Бога и человека, Образ Иерусалима, Израиля, Иакова, Они будут подвержены Испытаниям, Чтобы родилась та, Которая будет верна. То есть пройти Горнило испытаний Через многие народы. Осирийцев, Вавилонян, Персов, Греков, Римлян, Чтобы действительно Родилась Бога Родица, А от нее Бога Человек. Как народ еще Очистить, Чтобы он не был Со скалом Звериным, Чтобы у него Не было Мраморное Изображение лица, Твердыня, Никаких чувств К Бога Человеку. А чтобы они Любили всем сердцем. Седьмой стих. Как же мне Простить тебя за это? Сыновья твои Оставили меня И клянуться Теми, Которые не Боги. Я насыщал их, А они Прелюбодействовали И толпами Ходили в домы блудниц. Седьмой стих. А показана причина, Почему поражены? Потому что Они выбрали Паразитарный Образ жизни. Не путь Преображения И избавления Своего ума, Чувств и воли От страстной Жизни, Сласта, Сребра, Славолюбия. А путь Паразитирования. Ведь путь Религии истинный Это путь Изменения себя Для Бога. Чтобы Бог Вошел в сердце наше. А если Сердце наше Занято гадами И страстями Всякими, Прелюбодействуя Столпами Ходили в доме блудниц, Как туда Как может В чистый Сосуд Быть с грязной водой И туда поместить Чистую воду. Она станет грязной. Поэтому нужно очистить Восьмой стих Это откормленные Кони То есть Страстные души Кони Как символ Это не ослята Это символ смирения А кони Это символ Страстной души Это откормленные Кони Каждый из них Ржет на жену Другого. Ну вы наверное Знаете рекламы Или такие Смеющихся людей Или фильмы Где люди Смеются Над Развратом Вот это Откормленные Кони Девятый стих Неужели я не Накажу за это Говорит Господь И не отмстит ли Душа моя Такому народу Как этот Здесь вопрос Ко всем Чтобы не считали Жестоким Бога Потому что Неужели Отец и мать Не накажут Своего ребенка Который Взял сигарету Закурил Запил И стал блудить Неужели Они Сами себе Враги Скажут Ой какой Сыночек Молодец Как ты Развратничаешь Нет Каждый Переживает А как же Он Даже о собственной Личной жизни Ведь такие Дети В дом Престарелых Сдадут Они ухаживать Не будут Они Эвтаназию Или еще Что-нибудь Сделают Или с собой Или с детьми Своими Вот Всякие Умершления Придумают В дом Престарелых Отдадут Это как минимум А так И Умершлят Заранее Даже Прежде смерти Чтобы досталась Квартира Дом Богатство То есть Господь Неужели Не накажет Дети Зная О последствиях Эгоизма Что они Станут Убийцами И убьют Их Неужели Вначале Садовник Не исправит Растение Не вырвет Ядовитое Растение На своем Огороде Чтобы оно Не умертвило Все остальные Растения Или не заполонило Их Это сделает Садовник Разумный Так и Бог Неужели Он плесень Оставит В своем Саду Неужели Он не Уберет Сорняк И ядовитых Свойств Того или иного Вещества Своего Огорода Чтобы его Потом же Не употребить Десятый стих Восходите На стены Его И разрушайте Но не до конца Уничтожайте Зубцы Их Потому что Они Не господни Зубцы В данном случае Могут быть Идолопоклон Такими Изображениями Идолопоклон То есть Какими-то Мумиями Статуями То есть Нужно Уничтожить Эти зубцы Эти Мировоззрения Ложные Восходите На стены Его Стены Это Как праведно Можно сказать Это заповеди Божьи Это стены Наши Это Внешнее Ограждение Нашего Целомудрия Не уби Не прелюбуй Не укради Нужно Воззайти На эти стены Заповеди Божьих И Разрушать Те Ложные Стереотипы Издания Которые Защищают Нас От Бога Нужно Защищаться От страстей А не От Бога Своими Мировоззрениями Философскими Зубцы Вот этого Абстрактного Учения Политеизма Пантеизма Атеизма Сатанизма Антихристова Зубцы Нужно Уничтожить 11 стих Ибо Дом Израилев Дом Израилев Это те Люди Которые Борются За единение Божественной Человеческой Природы Израиль Борющийся С помощью Божьей И дом Иудин То есть дом Где прославляется Дом Это церковь То есть церковь Борющихся Людей Дом Прославляющих То есть дом Нравственных Людей Израилев То есть Нравственное Единение Бога Человека Дом Иудин Это по сути Один дом 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 Нравственности И веры Дом Целомудрия Поступили со мной Очень вероломно Действительно Распяли Бога Человека Двенадцатый стих Они солгали на Господа И сказали Нет его И беда Не придет на нас И мы Не увидим Ни меча Ни голода Вот такое было Уверение У еврейского народа Кров его на нас И на наших детях Они настолько были Уверены Что убивают Никчемного человека Хотя убивали Сына Божия Что утверждали Что никто На нас не придет Пусть Сойди со креста И нас с ними Посмотрим Бог ты или нет Распнем и посмотрим Бог ты или нет Если сойдешь То ты Бог А если не сойдешь То ты не Бог Так и продолжается Вера В отсутствие Неверия То есть Вера в сатану А не вера во Христа Тринадцатый стих И пророки Станут ветром И слова Господня Нет в них Над ними Самими Пусть это будет Действительно Все лжепророки Были убиты Которые говорили Что нет Иерусалим Не будет разрушен Это город наш В нем Бог И как и перед Революцией Сенадцатого года Тоже кричали Хоругви Нас спасут Святыни наши Спасут Иконы чудотворные Нас спасут Вот Не будем бояться Никого Вот Ну с одной стороны Правильно А с другой стороны Если ты сам Этого не достоин То тебя святыни Сами по себе Не спасут И святыни Иерусалима И ковчег Господень Тебя не спасет Мы помним Офни Финиеса Которые с ковчегом Ушли и погибли А ковчег потом По городам Попутешествовал И чудным образом Вернулся в Иерусалим Поэтому Вера В святыни Она не спасет Вера в живого Бога Она спасет И исправление себя 14 стих Посему так говорит Господь Бог Саваоф За то Что вы говорите Такие слова Вот Я сделаю Слова мои В устах Твоих Огнем И этот народ Дровами И этот огонь Пожрет Их То есть 14 стих Главный народ То есть Гордыней Свою гордыню Скрываете За ширму Вот Святых Выражений И Ваши слова С этими же словами Будут огнем Для вас Раз вы призываете Их Значит Вы должны быть Достойны этим словам Вы призываете Имя мое Ну вот Человек Например Курит И говорит Я верующий Вот С открытой грудью Показывает крестик И в это время Курит Вот как его Спасет его Крестик Его легкие Спасет Господь От туберкулеза От никотина От черного смога Нет Не спасет Человек должен Соответственно Слова свои Соизмерять С деяниями Своими 15 стих Вот Я приведу На вас Дом Израилев Народ Издалека Говорит Господь Народ Сильный Народ Древний Народ Которого Языка Ты не знаешь Или языка И не будешь Понимать Что он Говорит То есть Придет народ Древний В данном случае Подразумевается Что народ Который Сохраняет Хоть как-то Народ сильный Народ сильный В каком смысле Может Нравственный народ Да Он может быть Язычник Но он по крайней мере Как например Греки Они очень ценили Дружбу Очень ценили Римляне Воинскую дисциплину Ответственность Правдивость Да Это все равно Какая-то Нравственная сила Они сильнее вас Потому что вы Зная закон Не выполняете его А они Не зная закона Выполняют его В боевых условиях Потому что Нет Настоящего Подразделения Без дружества В этом подразделении И соответственно Там где дружба Умри Но друга Сохрани Да Там Хоть какая-то Нравственность Что хочешь себе То делай другому Они не зная Ветхозаветных заповедей Выполняют их Исходя из своих Воинских Воинских Обязанностей А вы Зная заповеди Не воины Ни в сельской То есть Ни в семейной Ни в общественной Ни в государственной жизни И вот придет народ древний Народ который Сильный Нравственный И он уничтожит вас А веру Ваши примет Так и получилось Навуходоносор Пришел Завоевал Иудейский народ А пророк Даниил Стал во главе Вероучения И Навуходоносор Стал поклоняться ему Его Бога Прославлять То есть Нравственный образ жизни Привел к вероучению Колчан его Как открытый гроб Все они Люди храбрые То есть Храбрые Способные Друг за друга Постоять Они по крайней мере Нравственные Да Идолопоклонники Но они Люди храбрые И готовы Умереть за свое Предварительное У них хоть какая-то Нравственная иерархия есть А у вас Ненравственной иерархии Нет Хотя вы Получили закон Моисеев Ни веры у вас нет Потому что вы Стали идолопоклонники Все утратили То есть Язычники В данном случае Они лучше вас 17 стих И съедят они Жатву твою И хлеб твой Съедят сыновей твоих И дочерей твоих Съедят овец твоих И валов твоих Съедят виноград твой И смоквы твои Разрушат мечом Укрепленные города Твои На которые ты Надеешься То есть Ты лицемер Надеешься На внешнее Ну например Православный человек Может надеяться Крест на себя Одеть Такой большой крест Может надеть На себя красивую Одежду православную Футболку православную И будет идти курить И скверное слово Произносить А другой человек Он на себя Оденет Внешние Языческие Облачения А мы будем То есть Люди православные Себя предавать Друг друга Издеваться Материться Друг с другом И носить крестик А люди Которые на себя Носят Какое-то изображение Языческое Не будут материться Да Будут поклоняться Этому идолу И не будут курить И физическим спортом Заниматься Вот кому Бог поможет Вот и выбор Для того чтобы Снять вот эту Личину Внешнюю Мы будем Вроде внешне Красивые С хоругами С иконами А материться И произносить Вот Хульные Слова Друг на друга А они будут Прославлять Своего лже Бога И между собой Иметь Какие-то Дружественные отношения Потому что В бою Выиграть можно Только когда Ты за друга Умираешь Соответственно Вот они придут Съедят Сыновей Твоих Дочерей То есть Твои добродетели Они не угодны Богу Съедят Овец Твоих Иволов То есть Своё Таланты Съедят Виноград Твой Смок То есть Всё что Ты вырастил Всё что Ты имеешь Какие таланты Всё заберут Ты будешь В плену У них Рабом 18 стих Но и в те дни Говорит Господь Не истреблю вас До конца То есть Всё-таки Найдутся Те люди Которые Всё равно В народе Есть те люди Которые Хранят Чтобы слово Не расходилось С делом Чтобы о том Что они Носят И то что они Говорят И делают Всё совпадало Но в те дни Говорит Господь Не истреблю вас До конца Действительно Бога Человек Когда пришёл Не истребил Еврейский народ До конца Мы помним Пятьсот человек На вознесении Сразу были Потом Три тысячи Потом пять тысяч После проповеди Апостола Петра Присоединились То есть Многие Иудеи Апостол Павел Был гонителем Стал христианином То есть Мы видим Что Не до конца Будет уничтожен Еврейский народ Как и тогда Пятьдесят тысяч Пятьдесят миллионов Было уничтожено Семьдесят лет И пятьдесят тысяч Вернулось В Иерусалим Впоследствии Они уже И Иерусалим Выстроили Эти пятьдесят тысяч Человек Сто лет строили А впоследствии Уже И Маковейское Царство Возродилось И если вы скажете За что Господь Бог Наш Делает нам Всё это Действительно Иерусалим Будет уничтожен И был уничтожен То отвечай Так как вы Оставили меня Служили чужим Богам в земле Своей То будете служить Чужим В земле Не вашей То есть Вы оставили Своими делами Поступками Словами Меня И внешняя красота Иерусалимского храма Вам уже не нужна Вы это использовали Как ширму Своим беззаконием Объявите это В доме Иакова И возвестите В Иудее Говоря Выслушай это Народ Глупый И неразумный Глупый Потому что Потеряли Размышления У которого Есть глаза А не видит У которого Есть уши А не слышит То есть пророки А же они Слышали Но ничего Они слышали Бога Человека Но слыша Не слышали Видя Не видели И слепые Видели И глухие И немые Прозревали И слышали А те У которых нормально Работал слух И зрение Они распяли Бога Человека Поэтому лучше Быть бы вам Слепыми И глухими То хоть какое-то Оправдание Что вы не знали И Бога Человека Распяли А так как вы Видите И слышите Двойное Наказание Вы получите От Бога 22 стих Меня ли вы Не боитесь Говорит Господь Предо мною Или не трепещете Я положил песок Границу Морю Вечным Пределом Которого Не приедет И хотя Волны Его Устремляются Но превозмочь Не могут Хотя Они бушуют Но переступить Его Не могут В данном случае Море Это народ Песок Это словеса Божии Народ Бушует Но словеса Эти не может Приступить Предела Он не может Познать Он разбивается Об этот песок Перегоняет Ведь волны И скалы Разбивают А песок Прибыл И убыл Опять лежит То есть В данном случае Словеса Божия Они удерживают Наше человеческое Естество В границах В любви В границах Послушания Этими словесами Божиим Мы ограничиваем Свою безнравственность Нас учат Наши бабушки И дедушки Нас учат Священники И эти словеса Как бисер Словесный Как песок Сдерживают Нас От безнравственных Поступков И соответственно 23 стих А у народа Сего сердце Буйное И мятежное Они отступили И пошли То есть Вы захотели Как море Предел Нарушить Сами же Себя Уничижая И не сказали В сердце Своем Но это одно и то же Что если хулить Бога Одно и то же Что плевать Против ветра Или бросать Камень в Бога Он завернется На голову Опять вам же Поэтому Это безумство Народ Народ Который Буйствует Который Позволяет Себе Осквернять Словеса Божии Ну в данном Случа Скверные слова Он сам Себя Уничтожает И не сказали В сердце Своем Убоимся Господа Бога Нашего Который Дает нам Дождь Ранний И поздний В свое Время Блаженный Иероним Стридонский Говорит о том Что Дождь Ранний И поздний Это Ветхий И Новый Завет Хранит Для нас Седмины Назначенные Для жатвы Впоследствии Пророк Иеремия Скажет О семидесяти Седминах И вот эти Семидесяти Семидесят Седьмин Это Время Когда Человеческое Естество Все-таки Осознает Свои Беззаконии Грехи И от Лица Матери Божьей Скажет Сероба Господня Да будет По слову Твоему И каждый Из нас Который Приходит Ко Христу Осознанно Не просто В таинстве Крещения В детстве Крестили Человек Крещенный Да не Воцерковленный А вот Кто Осознанно Первый Раз приходит К исповеди Осознанно От всего Сердца Приносит Покаяние Он Действительно Хранит Сердце В своем И это Семя Вдруг у него Просыпается 25 стих И уподавляемся Мы своего рода Матери Божией Мы Зачинаем В своем Сердце Христа А ну Христос Начинает Возрастать В нашем сердце Он открывает Дверь И входит В дверь Нашего сердца Нашей сущности Через Причастие Через Покаяние И другие Таинства 25 стих Беззаконие Ваши Отвратили Это И грехи Ваши Удалили От вас Это Доброе Что это? Семя Семя Божие И грехи Ваши Удалили От вас Это Доброе То есть Мы доброе Можем Удалить От себя Можем Поглотить Мы можем Сердце Своё Сделать Каменистым Тернистым И Соответственно Не Принести Плод Старичный 26 стих Ибо между народом Моим Находится Нечестивое Сторожат Как птицеловы Припадают К земле Ставят ловушки И уловляют Людей Нечестивое Это образ Посредников Сатаны Лукавнующей церкви Мы знаем Нечестивым Можно отнести Каина Отнести Хама Амареев И Сава Который Продал Зачевичную Похлёбку Фарисеев Саддукеев Законников Которые Научили Народ Кричать Кровь На нас Наших Детях Поэтому Сторожат Как птицеловы Они Три с половиной Года Сторожили Бога Человека То Женщину Привели Застигнутые Прелюбодеяни Нужно ли Забить Её Камнями То Подослали Иродиат Спрашивающих Нужно ли платить Подать Кесарю И так далее Постоянно Уловляли Кто Жена Если Муж У которой Было У жены У которой Было Семь мужей Кто ей Является По-настоящему Мужем То есть Эти все Уловки Они Предназначены Были Чтобы Опорочить Сына Божия Опорочить Истину Они Сторожат Как птицеловы Как паразиты Пытающиеся Паразировать Паразитировать Своими философскими Горделивыми Заблуждениями 27 стих Как клетка Наполненная Птицами Дома Их полны Обмана Через это Они и возвысились И разбогатели Действительно Они Вразумляли Было такое Общество Или Каста людей Которые Готовили Прозелитов К Обрезанию И делали Их Еще хуже Обходили Всю землю И делали Адептов Еще хуже Вот они Птицы Эти Которые Искали Истины В Бога Становились Плененными И полны Обмана И становились Еще хуже Чем сами Фарисеи Саддуки В своем Лицезрении Ведь Кто ударил Бога Человека По лицу Ведь он Хотел услужить Вот эти Служители Сатаны Посредники Ударяя По лицу Бога Человека Или ударяя Его Палкой По терновому Венцу Они же Радовались И таким образом Думали служить Что они Служат Вот этим Саддукеям 28 стих Сделались Тучными Жирны Приступили Даже Всякую Меру Во зле Вот эти Тучность И жирность Саддуки Фарисеи Законники Тучные И жирные Не верующие В воскресение Христова Ненавидящие Христа Который Отнимал У них Доход Отнимал У них Славу И честь Потому что Называл их Лицемерами Ехидными Порождениями Ехидными Действительно Жирные Как ехидна Ест пищу Пока у них Живот Или желудок Не разорвется Настолько Жадность К Вот Преступлением Жадность К деньгам К почету И уважению Приступили Даже Всякую Меру Во зле Не разбирают Судебных Дел Для сирот Благоденствуют И справедливому Делу Нищих Не дают Суда Вот Служат Строительству Храма Собирают Налоги Таким образом Питаются В дом Снедают Домы Вдов И сирот 29 стих Неужели я накажу Я не накажу За это Говорит Господь И не отмстит ли душа моя Такому народу Как этот Действительно В 70 году Пришло отмщение Два миллиона Вот Обезумевших людей Которые кричали Кровь На нас На наших детях Погибли И были Уничтожены 30 стих А кто Сами На себя Низвели проклятие Изумительное 30 стих И ужасное Совершается В всей земле Изумительное Просто Ум не подчиняется Для эллинов Это безумие А для иудеев Соблазн Распятие Бога Человека Вот это Безумие Оно здесь Свидетель 30 стих Как раз И возвещает Вот это Безумие Распятие Бога Человека Изумительное И ужасное Совершается В всей земле Или совершится 31 стих Пророки И последние Пророчествуют Ложь Вот это И было Пророки Пророчествуют Ложь И священники Господствуют При посредстве Их Народ мой Любит это Потому что Народ Возлюбил тьму И уверовали Потому и распяли Что же вы будете делать После всего этого То есть Когда распяли Бога Человека Что же вы будете делать Что нам делать Вопияли После проповеди Апостола Петра Когда он сказал Вы Мужи Израильские Избили Сына Божия И люди Воскрикнули Что нам делать Тогда это Не было ответа Но В новозаветное время Апостол Петр Сказал Креститесь И веруйте В распятого В этом Ваше спасение Я немножко Перефразирую Но смысл Что только Вера В Бога Человека Который Воспринял Все наши грехи Он может Нас Спасить Спасти А Иерусалим Иерусалим Логовищем Святом Правильно Правильно Прославлять Его подвиг Приобщаться К его Искупительному Подвигу Через Таинство Церковное И соответственно Преображать Себя А не быть Паразитом В нашей Земной Жизни Для погибели Себя И своих Ближним Аминь